Развивающие, художественные, на логику, с юмором, обязательно детские, книги. В них, как никто, нуждаются особенные малыши. В честь начала учебного года, пусть и немного с опозданием, для семей, воспитывающих инвалидов, волонтеры благотворительного, инклюзивного проекта «Мы вместе» организовали праздник. Надеюсь, они будут помогать развиваться не только малышу, но и твоим старшим принцессам. Здесь большая книжка «Почему?» для будущего школьника твоего. И это принцу маленькому, который будет участвовать в машинке и животных. У Марии трое детей. Младшему Максиму всего пять месяцев. Он родился с синдромом Дауна. Семья Марии за воспитание взялась с пылом и жаром. Ко всем тяготам готовы. На таких встречах, особенных мам, больше всего женщина ценит общение и опыт. Специалистов у нас в городе вообще нет, кто знаком с таким синдромом. Только вот московский фонд «Даунсайтап», я читала литературу, с их сайта, все, заказывала литературу. Все, что я узнала по нашему диагнозу, это именно «Даунсайтап». Нас в городе нет. В проекте «Мы вместе» больше 70 семей. Диагнозы у детей разные, но в основном ДЦП, аутизм, синдром Дауна и различные повреждения головного мозга. Мы в этом году четырем деткам помогли сдать генетический анализ в клиниках Москвы. Также иногда рассматриваются проекты по помощи деткам в прохождении реабилитации. Мы выходим за рамки нашего города. У нас есть детки из Ленинградской области, есть из Коврова, из Владимира, из Костромы, из Костромской области, которые также стараются приезжать на наши мероприятия и общаться с родителями. У Артема патология сосудов головного мозга. Это основной диагноз сопутствующий – эпилепсия. Мальчик любит музыку, расслабляется, когда мама читает ему книжки. Оксана рассказывает, первый год жизни ребенка было тяжело. Казалось, что весь мир против. На деле получилось иначе. Такие встречи, они наоборот, знакомят мам друг с другом. Без этого никак. Я не знаю, до этого мне было бы, конечно, очень тяжело. Потому что я была одна с ребенком в Москве, одна операция за другой – это было очень тяжело. А когда уже знакомишься с такими же людьми, у которых такие же проблемы, ну или хотя бы около таких же, то намного легче и проще. Инклюзия этого проекта в том, что на праздники приходят и родители здоровых малышей. Их задача – подарить книги особенным ребятам, познакомиться и, может быть, подружиться. Мы пришли для того, чтобы дети посмотрели, какой бывает мир, какие бывают детки замечательные, что они живут и радуются, что ценности не только в том, чтобы получать игрушки, какие-то дары и все радости жизни, а в том, что можно дружить с детьми, с обычными, с необычными. То есть и дарить добро детям и не только все для себя. Ну, в этом, наверное, главная цель. Книги, которые благотворители выбрали для особенных малышей, решено посылками отправить и семьям из других регионов. Яркие издания получат малыши из Костромы и Владимира, ведь книга – лучший подарок. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.